9 сентября, в единый день голосования, жителям Московской области предстоит выбрать главу региона. Насколько информированы о предстоящих выборах жители Ленинского района и каким образом они могут узнать об этом подробнее, мы поговорим с нашим гостем, заместителем председателя территориальной избирательной комиссии Ленинского района Евгением Сергеевичем Матлаховым. Здравствуйте. Добрый день. Евгений Сергеевич, как проходит информирование жителей, как можно узнать, что вообще выборы стоят? Кажется, все должны об этом знать и все-таки. На территории Ленинского района проходит большая работа по информированию жителей, избирателей нашего района о предстоящих выборах. Помимо традиционных способов размещения информационных плакатов на досках жилых домов, информационных стендах о предстоящих выборах, начинается с 29 августа, начинается вторая волна индивидуального информирования граждан о выборах губератора Подмосковья. Такой метод был опробован еще в марте этого года на выборах президента Российской Федерации. Это обходы, что ли? Это по квартирные обходы, совершенно верно. Данный способ очень эффективно себя зарекомендовал, поэтому было принято решение повторить этот метод на выборах губернатора Подмосковья. Во время обходов члены участковых избирательных комиссий общаются с гражданами, отвечают на имеющийся вопрос о предстоящих выборах, разъясняют гражданам их права. Кроме того, члены участковых избирательных комиссий напоминают жителей о номере, адресе и времени работы избирательного участка, вручают памятки о подробной информации о проекте «Мобильный избиратель», информируют о телефонных номерах Московского Мособл. избиркома, территориальной избирательной комиссии и участковой избирательной комиссии. Кроме того, информируют о возможности прийти в помещение участковой избирательной комиссии и ознакомиться с списками избирателей, и в случае каких-то возникновений вопросов своевременно их устранить. На выборах президента был опробован такой механизм, как «Мобильный избиратель». На этих выборах данная система будет задействована? Да, на этих выборах будет задействована система «Мобильный избиратель», которая на федеральных и региональных выборах заменила систему выдачи открепительных удостоверений и процедуру досрочного голосования, сделав процедуру голосования по месту нахождения более простой и удобной. Он дает возможность проголосовать в пределах своего избирательного округа, вне зависимости от места регистрации, если он регистрирован в избирательном округе, возможность проголосовать. Если вы заранее подадите заявление, любой избиратель подаст заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, где он будет находиться в день выборов. Как раз сегодня начинается прием заявлений. По какому графику и где можно подать эти заявления? «Мобильный избиратель» начал свою работу еще 25 июля, но с 29 августа в эту работу подключились участковые избирательные комиссии. До 5 сентября включительно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно на портале госуслуги обратиться в территориальную избирательную комиссию в любом многофункциональном центре представления государственных и муниципальных услуг, а также, как я указал выше, в любую участковую избирательную комиссию. Кроме того, с 6 по 8 сентября эта процедура немного будет изменена, и избиратель должен обратиться непосредственно в участковую избирательную комиссию, в которую он прикреплен, после чего на его заявление будет наклеена специальная марка, и с этим заявлением избиратель уже обращается по месту его нахождения, где он будет голосовать. Заявителю нужно лично обращаться в комиссию, в любой орган, который осуществляет прием заявлений. При себе необходимо иметь паспорт гражданина или другое временное удостоверение, которое дается взамен паспорта гражданина Российской Федерации. Можно тогда еще добавить, что с 29 августа по 5 сентября в рабочие дни с 16 до 20 часов в участковых избирательных комиссиях, и выходные и праздничные дни с 10 до 14, а с 6, 7, 16 до 20 и 8 сентября с 10 до 14 часов график приема специальных заявлений избирателей. Спасибо вам большое за интересную и насыщенную беседу. А я напомню, что мы общались с нашим гостем, заместителем председателя территориальной избирательной комиссии Ленинского района Евгением Сергеевичем Матлаховым.